Детскую скамейку, опоры которой выполнены в виде сказочных героев, пней, медвежат или бельчат, можно поставить как на дачном участке, так и на детской площадке, в детском саду или парковой зоне отдыха. Она прекрасно впишется в дизайн ландшафта и украсит территорию любой игровой зоны. Такие скамейки выполнены из прочного композитного материала. Этот материал устойчив к любым погодным условиям, влаге и отрицательным температурам, а значит мебель можно смело устанавливать на улице. Купить детские скамейки в интернет-супермаркете hitsa.ru можно пройдя по ссылке в описании к видео. Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, подписчики на канале YouTube. Сегодняшняя тема, как вы понимаете, наконец-то я появилась на этой даче, и темы, они будут менять одна другую, но они будут очень злободневные. Первая тема – это лук под зимней посадки. Я неоднократно говорю почти каждому из вас, когда вы начинаете жаловаться, что у вас лук, посаженный весной, себя очень плохо чувствует, то он падает, то он гниет, то еще что-нибудь с ним происходит. Я всегда говорю, ну посадите вы под зиму. Все говорят, да как под зиму, лук под зиму, да он же замерзнет. Да, дорогие мои любимые, ненаглядные, не замерзнет, если вы соблюдать будете несколько условий. Первое условие – это температурный режим. Вы должны понимать, что если вы под зиму высаживаете лук, то температура воздуха и почвы должна быть такой, чтобы лук успел выпустить корневую систему, иначе он не перезимует. Я уже устала об этом говорить, а вы меня, похоже, не слышите вообще. Но вы должны, ну один раз запустите все, что я говорю, в голову и переварите там. Понимаете, если лук посадить, когда тепло, он плохо выпускает корни и начинает гнать перо. То есть зачем нам это осенью перо? Нам только корни нужны. Если очень холодно, то лук не успевает выпустить корни. Естественно, он погибнет к весне обязательно. Он еще к зиме погибнет. Как только мороза хватит, а корни очень слабое у растения, значит, ему кирдык придет. Значит, выбрать температуру такую, какую бы хотел лук, например. Это плюс 7, плюс 5 градусов. Осенью такая температура есть. Меня спрашивают, а в какой день посадить? Да ни в какой. Вы смотрите, что на улице происходит. И вы должны знать, что еще 2 недели будет примерно такой температуры. Значит, лук успеет выпустить корни, и тогда он перезимует великолепно. Не успев при этом выпустить перо, нам не нужно перо. Но если оно даже появится, нет в этом греха никакого. Только не вот такое вот, да, а вот такое вот. Потому что если снег его засыпет вовремя, а не мороз ударит, значит, с ним будет все в порядке. Представьте, что осень, я измеряю температуру почвы. Все, воткнули градусник и ждем. Температура почвы должна быть не ниже 6-7 градусов. Иначе корни оттуда, из луковички, не выйдут. Вы об этом должны помнить. Обязательно ориентируйтесь на погоду. Значит, все, температуру смерили. Все как бы там, да, соответствует тому, что вот мы говорили. Ну, пока еще больше температуры, потому что мы не осенью снимаем. Ну, из того, что я говорю, выбирайте рациональные зерна, которые вам подходят. Ну, нет ничего такого в подзимней посадке. Зато весной, вы видите результат? Практически без выпада. 100% всхожесть. Значит, корни выпущены вовремя, и лук не погиб. Услышали меня? Я надеюсь, что да. Ну, вот на этом я закончу. Это подзимний лук. Все? Все понятно? Замечательно. Всего вам доброго и до свидания. Всегда ваша злая и уже некоторым ненавистная тетя Таня.